Субтитры сделал DimaTorzok Я вот все думаю, зачем ты сговорился с Нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний Нильф Геардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Мы перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у тебя в жопе дырка. Блядь. Надо запомнить, тут такие топовые фразы просто. Это так же верно, как то, что у тебя в жопе дырка. Блядь. Гениальная фраза просто. Как тебя сюда занесло? Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в Тимерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну, и когда дошли до Врониц, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вроницы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона самозванца. Ну, я бы, честно говоря, на 100% на это не рассчитывал. Мало ли, знаешь ли, всякое бывает. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся. Чары, ведьмы, дьяволы. Ни хера знает, что еще. Ну, в принципе, тоже верно. Ладно, барон, бывай. Еще придем. Еще пообщаемся. Я думаю, стоит отправиться в Альсенфурд. Найти Тамару, дочь барона. Что-то... Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Куклу? Трипичную куклу? Ага. Ну, ладно. Мне не сложно. Я, собственно, прямо сейчас и собирался отправиться. В общем, и то лучше всех заступить. Сейчас только выйдем из Врониц и посмотрим, каким бы коротким путем добраться до Альсенфурда, чтобы там поговорить с Тамарой. Какое коррекционные звездюли. Нормальный все-таки он мужик. Сам понимает, что херню наделал. Действительно, конечно, его вина есть, и это глупо отрицать, но он, по крайней мере, признает свою вину. И понимает, что сам все изгадил. Так, Аксенфурд у нас где? Аж здесь. Ну, максимально близко это от дерева висельников отправиться. Так что с этого места мы и отправимся. С этого места мы начинали наше путешествие в Велин. С этого и продолжим. А может по дороге еще чего интересного встретим. Так, Платва, давай, прыгай. Давай, Платва. Так, у вас здесь гнездо, или вы просто тут бегаете? Видимо, просто. А если просто, значит, неинтересно. Давай, давай, прыгай. Не очкуй, Платва, я на тебе. Прыгай, прыгай, прыгай. Вперед, Платва. Все нормально. Не ссы. Блин, до хрена. Тут, конечно. Но мы скачем самым коротким путем, поэтому... Нам не страшны ни гули. Это у нас что здесь? Население каменщиков. Дайте я пойду. Так, откройте мне дверь, кто-нибудь. Платва выходить не хочет. Во. А вот и ворота на Аксенфурд. Тут уже целая куча риданских солдат. Уже и цивилизация. Блин, казалось бы, мы не так уж и далеко проехали от дерева висенникова. И вот уже цивилизация. Уже город. Притом весьма красивые виды отсюда. Мы сами из Новограда. Горенные жители. Картинка просто. Как пейзаж. Без грамоты не пущу. Ракваты. Людные места в таких местах, как города, деревни и лагеря, дороги не редко узкие. Стоять! Прохода нет. Что это? Что? В городе чума? Чума? Нет. Сказали, никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нет. Так у меня есть. Хотя давайте поспрашиваем, о какой грамоте речь. А что за грамоты? Ну, обычная такая, подорожная грамота. Откуда их берут? А я почем знаю. Они мне не докладываются. Кто приказал закрыть городские ворота? Говорят, сам король. Он не хочет, чтобы беднота и беженцы такой город засрали. И потом, когда народ туда-сюда ошныряет, обязательно какой-нибудь шпик пролезет. А так то, пойди пролезь. Словом, без грамоты ходу нет. А ну-ка подожди. Бывай. Ну-ка подожди-ка. Дайте, дайте пройти. Вот сволочь. Дайте пройти. Вот сволочь. Говорит, если ход ограничить, то шпикам входа нет. У нас с вами есть грамота, но я хочу попробовать пробраться без нее. Он же рассказывает, что шпиком будет сложно пройти, если они ограничат вход. Вот сейчас и проверим. Мужик! Я не знаю, ты слышишь меня, не? Я уже в Аксенфурте. И грамоту тебе не показывал. Что ты на это скажешь? Все. И вот мы с вами уже в городе. Сейчас найдем Тамару. Его величество Родовид Король Строгий, но справедливо... Да плевать. Плевать. На Родовида. Опа. Доска объявлений. Вот это вот интересно. Ох, нихрена себе. Все в заказах просто. Осторожно, тролль! Внимание, внимание! К западу Аксенфурта на левом берегу Понтера видели в скобочках и слышали тролля. Данный экземпляр часто поет риданские солдатские песни. Предположительно, это элемент нильфгардской диверсии. В чем состоит онная, пока не ясно. Рекомендуется обходить стороной данное место до тех пор, пока с чудовищем не разберутся соответствующие службы. В случае встречи с троллем рекомендуется сохранять недвижное положение. Лучше всего, припав к земле и закрыв голову руками. Существует вероятность, что тогда чудовище не нападет, поскольку примет потенциальную жертву за камень. Берто Бертоломию. Капитан гарнизона. Глупый-глупый капитан. Заказ чудовища из Аксенфурта. По приказу милостиво нами правящего короля Родовида Пяттого, всякий бродячий убийца монстров, что прочтет это объявление, обязан оставить... Обязан, блять! Оставить любые незавершенные заказы и всецело посвятить себя поиску и убиению этого чудища. Означенное чудище сверняет колыбели разума человеческого, город найдревнейшего университета Аксенфуртского. Смельчак, что положит конец злодействам, будет награжден от щедрот короля нашего, командир Аксенфуртского гарнизона. Обязан, я обязан, понимаете? Я обязан бросить все свои дела. Заказ бестии из Аксенфуртской чащи. Кто страху не знает и ищет работы, читай внимательно. Ганс из Цидариса, Кондотьер, во многих битвах прославленный, объявляет следующее. В заботах об участи местных кхметов, что терпят муки, нестерпимы от нападений некоего чудища, угнездившегося непоотдаль от Аксенфурта, я решил предложить полный кошель новоградских крон любому, кто убьет гадин. И пусть знает всякий, ежели кто явится без трофея, золота тому никакого не дам. Но награжу таким пенделем, что до конца жизни сидеть на жопе не сможет. Ганс из Цидариса, всемирно известный кондотьер, ветеран многих войн, отмеченный орденом Серебряной Лидии. А, возьмем. Заказ лесное чудовище. Да будет известно всем и каждому, в лесу под Новоградом какое-то чудовище, всемирный вред нашим войскам причиняет. Тот же, кто его выследит и убьет, не только свой долг перед Родиной исполнит и приблизит победу войск Севера под... 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 водительством, милостиво нами прявящего короля Родовида, но и получит значительное вознаграждение в звонкой монете. Вместе победим. Капитан Феликс Групп. Дописка. Внимание, награду еще не забрали. Дописка. Внимание, если чудовище не будет убито до конца текущего месяца, все ботики региона будут подняты на одну пятую. Неплохой стимул. Осторожно, мошенник. Люди добрые, не дайте себя провести ярмарочным... ярмарочными трюками и лживыми пророчествами, которыми так называемый ясновидящий из села Беньково, как из рукава сыпет. Человек этот хоть и мнит себя мудрецом, в предсказании будущего понимает столько же, сколько сельская баба. А единственное, что ему важно, это выужинать у простаков деньги. Не позволяйте ему себя обманывать. Филиппе Каналия, студент пятого курса факультета медицины и травничества Аксельфурдского университета. Гвинт, сыграй со Штепаном. Ты победил в Гвинте всех, кого встретил? Считаешь себя отличным игроком и готов сразиться с лучшим? Тогда испытай себя и сыграй со Штепаном, с человеком, которому хорошие карты сами идут в руку. Чтобы узнать больше, заходи в Корчму Алхимия в Аксельфурде. Штепан Корчмар. Отлично, заглянем обязательно к этому самому Штепану. Лучшие товары по эту сторону Бондора. Зажду для вас, ваше милость. У меня тут все. Отсчетов? Да что у тебя есть? Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Ну не факт, что я завтра тут буду. Покажи, что у тебя есть. Посмотрю, может что-нибудь выберу. Так, краски сразу купим. Нам они понадобятся. И давай в карты с тобой сыграем. На максимальную ставочку в 10 крон. Я бы сейчас лучше в карты сыграл. Давай, давай. Так, колода у нас с вами более-менее неплохая. До идеала ей, конечно, далеко. Но, тем не менее, кое-что имеем. Закидываем сразу шпиона, принца Стенниса. Давайте уравняем шансы Детмальдам. Так, что-то попахивает тем, что это какой-то слабый противник. Он даже чучелом не забрал шпиона. Может, у него просто нет чучела? Было бы обидно. Так, ну-ка Вилентретермен... Вилентретермен-то выложим. Язык заплетается немножечко. Ну, все. Если хочешь, догоняй меня. Я пасую. Поберегу карты. И что? Ну, допустим. Ладно. Во, и одного шпиона все-таки закинул. Что ты творишь? Ты играть умеешь вообще? Что ты наделал? Столько карт спустил. Он спасовал. Правильно сделал. Так, где карта шпиона? вот, и отлично. И пасуем. что у тебя с картами? мужик, у тебя все в порядке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Торгаш, торгаш. У тебя все грустно по картам, да? Ну, вот и все. Немножечко крону выиграли. Так, а что еще в городе там есть? Просто пока мы в городе, надо все тут исследовать. Тамара немножечко подождет. Она никуда не денется. Да и барон, собственно, тоже никуда не денется. Здравствуйте. Привет! Ну, вот, пожалуйста, ведьмак. Думается, мне, будет у меня наконец интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах, это? Это заказ от Ридонской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты значит хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло оно же как бабу трахать. Ритм словилы все то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Нет, заказа пока нет, но я хочу посмотреть, что у тебя есть. Покажи, что у тебя есть. А есть у тебя ни хера интересного, я тебя понял. Ну значит продадим весь мусор, который у нас тут имеется. Чтобы место не занимал попросту. Так, ну все остальное нам надо. Ну починимся заодно, да. И давай-ка лучше сыграем в карты на 10 крон. хочешь сыграть в карты? В гвинт, примеру. Так, но новых карт по-прежнему нет, поэтому начинаем. Так, карта шпиона есть, это хорошо. Ее сразу и выложим. отлично, еще одна карта шпиона. Так, весьма интересно, конечно. Можно картой дракона уебать четырех по пять вот эти вот сразу отлетят. В итоге тут останется 9 13 плюс 6 19 а у нас будет 7 ну можно, можно конечно. Давайте так и сделаем. вот отлично и медика сейчас мы заберем медика шпиона вернее просто посмотрел на то, что он с помощью медика вытянул карту так, но я пасовать честно говоря не желаю желание такого у меня нет. вот и все выигрышный раунд так, а в отбое что там есть? Интересного ничего, я понял. Хрен аз золотая карта Йорвито крут крут мажор ну давайте рискнем усилим командирским рогом хорошо, катапульта прикрыла всех остальных это хорошая новость рискнем до конца пойдем ну собственно не зря рискнули это победа это победа в сухую спасибо за приятную партию так сказать так, что тут еще есть в корчку давайте заглянем хотя я конечно не уверен что мы сможем выиграть Штепана мало ли какие у него там карты имеются поэтому для начала давайте-ка заглянем к цирюльнику раз мы уже в городе все-таки в цивилизации надо привести себя в порядок мое почтение чем могу помочь у тебя есть бритвы и ножницы отлично вот среди меня для начала конечно побрей гладко выбрить чтобы полюдичьи выглядели и причесочку да так длинные распущенные волосы да сделаем настоящего ведьмака во замечательно бывает во отлично все погнали ну как скажешь риданская женщина я и не против пусть берегут я вон от них столько контрактов уже на принимал еще один такие как ты динам что поживки и дизель дизель остались лера страх на улице выйти тебе-то как раз нечего бояться неужели крутой вы искусы бейте это она только на богатых нападает она нас даже и не посмотрит хлопости все разница кто богат может для него все на вкус разные знаешь у рыбы что вы листым омуте живет мясо на вкус тоже не такое как у той что в горном ручье плавает хрена себе какие у вас тут интересные диалоги а вот как эти охотники выглядят за колдун понятно я слышал ты купил 300 так здравствуйте степан нетрезвых молокососов извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживает а я что похож на хоть кого-нибудь из этого списка всегда лучше предупредить чтобы потом не было проблем о чем тебе шкалеры насолили давай не будем об этом что принести покажи чего у тебя есть покажи мне свои товары во картишечки продает но это правда для скотоельской колоды ну да ладно так давайте попробуем сыграть с ним винт хотя бы попробуем я в победе не уверен но надо как-то продвигаться то все с бичами какими-то играем играешь в гвинт только ни с кем попало и всегда с высокими ставками с тобой я бы сыграл пожалуй ну давай согласен сыграем на твоих условиях так игра обещает быть серьезной так заблокировал умение нашего лидера ну и ладно карта шпиона есть карта медика есть весьма неплохо ничего толком не выменяли ну да ладно вот так сразу интересный ход штепан весьма ну что ж хорошо раунд тогда забираем ваш ход пойдем дед Магдан штепан а ты играть умеешь вообще ты знаешь как вот эта карта работает или не очень вот отлично давай сюда шпиона мне сейчас я тебе его обратно закину или перестать может быть спасовать хотя ладно пока играем посмотрим что получится хотя все-таки надо бы спасовать сейчас надо потом просто достать этого шпиона хорошо карту казни он использовал так что сейчас усилим командирским рогом наш ряд осадных орудий и после этого спасуем так а нету шпиона поменьше ну ладно какой есть так напряженная весьма игра очков-то немного он все медиков и медиков достает а ну вот отлично сейчас два по семь срежем а вот это вот уже очень очень плохо как же они тогда настакаются интересно да просто вырвали зубами эту победу вместе с вами все штепан отсосал не люблю я проигрывать но это не значит что не умею карты награда твои игрок бывалый знаешь наверное где найти редкие карты в новиграде у корчмаря оливера поспрашиваю он сам поигрывает хотя до меня ему далеко а вот шинкарь из корчмы на распутье в Велени посильнее него будет я понял карта енифер из венгерберга отлично где наша колода так сразу заменим ее вместо одного из каэдвенских осадных мастеров отлично это замечательно так ну а теперь все-таки зайдем к Тамаре она все-таки ждет тамара здравствуйте я ищу Тамару дочь кровавого обороны из Велена твой брат сказал она здесь так вас милздарь войцах прислал да иначе как бы я тебя отыскал погодите милздай я ее сейчас приведу давай давай шевелись кис 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 кошки не любят ведьмаков не шипи не шипи нам не о чем разговаривать ну я не удивлен в принципе да твой отец дурной человек я не удивлен что ты зла и расстроена так зачем ты ему помогаешь зачем взялся за эту работу потому что у него есть сведения о том кто мне очень близок он обещал мне все рассказать если я найду тебя и твою мать понимаю этакий шантаж вполне в его стиле в любом случае ты нашел меня можешь ему передать что я жива и что я никогда не вернусь расскажи как по-твоему все было прежде чем я согласился тебя искать барон рассказал мне вашу историю так как ее видит он что расскажешь ты моя история скучна как жизнь на болотах мое первое детское воспоминание пьяный отец лежит под лестницей облепленный грязью и сжимает в руках бутылку примерно так же прошла еще дюжины лет отец пил беспробудно пропадал месяцами потом возвращался и закатывал такие скандалы что только мебель летала как же я радовалась каждый раз когда он собирался на войну помню как он орал на маму бил ее аж до хруста она плакала я тогда пряталась под кровать и ждала тишины вот и вся история помножь это на 19 лет выйдет моя жизнь в конце концов чаша терпения переполнилась и мы убежали что стало с твоей матерью войсок говорит у твоей матери на руках были странные знаки и что чудовище утащило ее в лес это правда мы ехали к реке вдруг мама вскрикнула скорчилась чуть с коня не упала я подъехала ближе и увидела как что-то происходит с ее руками они будто пылали и тогда из леса выскочило это существо не знаю что это было но зарычало оно так что у меня кровь пошла из носа и я видела как оно выворачивает деревья я в жизни так не боялась оно схватило маму и исчезло в лесу я хотела поехать за ними но кони понесли теперь я даже не знаю жива ли она почему твоя мать потеряла ребенка я бы не хотела об этом говорить но я знаю что твоя мать потеряла ребенка из-за него он толкнул ее она упала тогда все и началось мы были одни помощи ждать неоткуда всюду кровь это была самая страшная ночь в моей жизни тяжело вам обеим пришлось мама была в шоке несла вздор мол все хорошо что она не хотела этого ребенка у нее наверное жар был а кровь из нее лилась ручьем она не хотела ребенка она говорила что скорее спорит себе живот чем родит ребенка от его семени но ты же от его семени девка подумай хоть немножко что ты собираешься делать разыщу маму знаешь что это может быть непросто я не настолько отчаянная чтобы думать что справлюсь сама но у меня есть новые друзья могущественные друзья и они мне помогут что с твоим отцом а что будет с твоим отцом он меня не интересует я не вернусь к нему эта часть моей жизни осталась позади о каких друзьях речь что за новые друзья если это конечно не тайна никакая это не тайна через церковь вечного огня я вышла на охотников за чародейками это справедливые отважные люди и они мне помогут так вот откуда эти светильники в твоей комнате ты увлеклась вечным огнем когда жар пламени вечного огня разжигает твое сердце пламя до конца жизни ведет себя дорогой правды и прибавляет сил желаю чтобы и ты когда нибудь удостоился этой чести спасибо когда я был маленький меня учили не играть с огнем обжечься можно я не думал что барон дойдет до того чтобы нанять убийцу чудовище хотя кажется вы прекрасные следопыты кто такой сначала здороваться надо и представляться быдло рад что ты знаешь кто я а сам ты не представился градом охотник за чародейками на службе его королевского величества родовида риданского ты должно быть слышал о нас мне все уши прожужжали если кровавый барон прислал тебя за дочери лучше сразу смирись в этот раз ты задание не выполнишь благодарю за заботу но о моих заданиях беспокоиться не надо что до Тамары она сама решит что делать это благородно с твоей стороны отказаться от платы ради блага человека охотники и церковь вечного огня благодарны тебе а все-таки интересно что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака барон в отчаянии отчаявшийся отец способен на многое чтобы найти свою дочь и это говорит ведьмак а говорят мутации лишают вас человечности и отнимают чувства многие лишены человечности без мутаций куда вы едете тамара должна отдохнуть ей через многое пришлось пойти когда тепло вечного огня восстановит ее силы мы приступим к поискам ее матери пока ты не уехала твой отец просил передать вот это Клара отец велел привезти мне куклу смешно он думал меня этим купить передай ему что растоптанного детства красивым жестом не вернешь прощай ведьмак несмотря ни на что спасибо что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану я надеюсь что ты понимаешь во что ввязываешься всего доброго удачи ну мы по крайней мере попробовали так уровень еще с вами повысили два очка умения есть ну ну улучшим наш защитный квен я думаю так это в эту переместим ячейку это супер хорошо собственно какой то заказ можно по идее здесь взять это велини это велини вот кажется вот это доброволец походить по округе сразу и начнем ты ведьмак? да я ведьмак представьте себе да я а чё да я сразу выполним его пока мы рядышком здесь так кто там утопец тихо тихо ты утопец вот и все утопец получается утонул утопец бывает и такое небольшой каламбур ну хватит там за мной плыть эх это лучше чем по болотам нырять тут по крайней мере водичка вроде бы почище и удача если рядом будет труп если хоть башка осталось сварим кашу сварим суп эх дальше не помню если рядом будет труп если хоть башка осталось сварим как сварим и риданская армия стоит прохода нет не будешь продать лодки и где же это риданская армия так ведь я тут стою не видеть я записался в армию короля родоведа и мне приказ защищать лодки дрянет а не лодки мне надо защищать лодки но нет дров на этот забор но есть лодки я сделал забор из лодок и теперь лодки защищают лодки умно а кто завербовал тебя в армию кто завербовал тебя в риданскую армию никакой вербы не было а были солдаты сотник говорит охранять лодки а то их крестьяне могут украсть потому что это их я не понимаю я понимаю так конфисковали эти лодки у крестьян и боялись что те попробуют свои имущества отобрать что было дальше сотник ушел а солдаты пили и пели так что ух я слушал но крестьяне пришли с косами я хотел помочь армии тогда иду крестьяне в крик солдаты в крик и я совсем не сильно они лежат солдаты тоже а приказ был охранять лодки вот я охраняю я теперь весь солдат и петь тоже умею петь не спасибо нет я уже слышал не нужно а где тела я ни одного не вижу я был голодный жалко пропадать еду крестьян не жалко товарищи чуть жалко а провизия хорошо эх 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 у войны свои законы понимаю у войны свои законы а людь тоже солдат эх нет я могу тебя сделать солдат тогда я сотник я говорю принеси краску и людь принесет краску какую краску ну краску красную белую в городе есть но я не могу уйти я охранять лодки у меня есть краска мы ее купили так случилось что у меня есть с собой краска у у у у у у у у у меня есть краска но рисовать не умею да это осложняет дело а людь умеет рисовать я приказываю пусть умеет ну смотря что птица пусть рисовать такого риданского как на гербе не не нет ну рисовать это уже точно как бы не в стиле ведьмака давай-ка ты лучше сам нарисуешь а ты лучше нарисуешь в конце концов ты ведь солдат родовида да я попробую и не убегает и смотрит нехороший птиц противный нет вышло совсем неплохо вообще идеально похоже люди вежливый а птиц противный я сам идеальное сходство блин хороший люди не такой как другие спасибо от души братишка круто корот у а чертежи нам дал у зиму на я я оленьи шкуры неплохо не дурная весьма не дурно Так, ну наше путешествие мы продолжим позже, а все потому, что время серии уже подошло к концу, а значит, я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и всем до новых встреч, дорогие друзья, а точнее, до следующей ведьмачьей серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok